Самодостаточные люди, это люди, у которых хватает вот этой энергии внутри. Есть разные силы. Допустим, вот это энергия моря, допустим. Ну, то есть есть энергия моря, это энергия спокойствия такой, доброжелательности, доброты. Люди возле моря очень добрые по природе. А если люди живут в горах, то у них как бы очень сильная склонность к победе, то есть у них чувство победы очень сильное. Это энергия воздуха. Горы дают эту энергию воздуха. Есть энергия солнца. Она жизнерадостная. Вот, допустим, в южных странах, таких как Индия, допустим, люди очень жизнерадостные по природе. Ну, то есть это они энергию солнца берут и от нее питают чувство собственного достоинства. Поэтому они такие солнечные такие люди, жизнерадостные. Если приезжаешь, допустим, в южную страну, там улыбаются все, какой-то у них такой как бы... Ну, жизнерадостности очень много, понимаете? То есть это то, чем наполняется человек. Какая стихия его наполняет, то и дает ему силы побеждать судьбу. У вас море, вот здесь стихия, которая дает вам возможность побеждать судьбу. Это спокойствие, нежность, доброта, ласка. Вот это стихия. Есть вот эта вот стихия гор или воздуха. Как она действует? Смотрите, звук какой у человека. Наполненный. Это чувство, достойный звук. Наполненный. Означает, человек все принял в жизни, совсем согласен. И он как бы утверждает уже свое знание дает в жизни. Утверждает, силу свою показывает. Продолжение следует...